Вести с ней решаюсь. Ну, правильно? Держат дети, а дети всегда держат. Это хорошо. Ждать, когда сам уйдёт. Кстати, такая тактика часто выбирается. На моих лекциях люди слышат, что не надо разводиться, и естественный выход какой? Надо третировать до последнего, чтобы сам ушёл. Или думать, что от этого что-то поменяется в лучшую сторону. Чтобы не навредить своей судьбе, что нужно делать. Видите, проблема в том, что мы в основном думаем о своём судьбе. То есть судьба близкого человека нас не волнует особо, так? Мне плохо стало с человеком. Ну и как бы... Goodbye, my love, goodbye. То есть до свидания. Но проблема заключается в том, что это вообще не способ жить. Если мы хотим быть счастливыми, надо прийти к одной точке важной в жизни, что понять, кто такой близкий человек. Мы много наслаждались друг с другом, много отдыхали друг с другом вместе, ездили в Сочи. Но понять, кто такой мой близкий человек, сложно. Мне сейчас рассказали историю. Одна женщина позвонила всем своим родственникам, просила их о помощи, говорила им о том, что она их любит и прощает. И никто из родственников не понял, что она на грани самоубийства. Никто из родственников этого не понял. И поэтому она закончила свою жизнь, эта женщина. Возникает вопрос. Это что, родственники такие плохие? Какой ответ? Сама? Ответ такой. Мы все такие плохие. Мы все такие, да. У нас... Мы видим человека, чувствуем его только, когда нам с ним хорошо. Когда нам с ним становится похуже, мы уже как-то не очень его можем не понять, не принять. Вот это то, что у нас есть у всех внутри. И поменять это непросто. Поменять это непросто. То есть это не является случайностью, что ее не услышали. Это обычная вещь. Потому что психика человека в обычной ситуации нацелена на потребление. На то, чтобы получать от жизни что-то для себя. И по факту... Здравствуйте. Очень рад вашим лицам. И по факту... Стресс, он по этой причине возникает. Что наслаждение друг другом заканчивается, а вариантов дальше что-то для себя мы не находим в жизни. То есть мы уже понаслаждались друг другом, но оно закончилось, это наслаждение. Что дальше делать? Если я привязан к человеку, у меня с ним дети, семья, что делать? Мы не знаем, что делать, потому что мы не жили правильной жизнью до этого. То есть вот эта вот жизнь в наслаждениях, просто мы хотим развлекаться рядом с человеком. Это вообще не то, что является даже любовью. Потому что надо понять, есть разница между любовью и влюбленностью. Влюбленность — это когда мы наслаждаемся человеком. А любовь — когда мы что-то делаем для него и не ждем ничего взамен. Это непростая вещь — любовь. Она имеет четыре стадии. Первая стадия — я принимаю человека таким, какой он есть. Означает, я иду домой, и мне спокойно рядом с ним. Хотя у него много недостатков. У нас у всех много недостатков. Хотя, кажется, у близкого человека больше, чем у других недостатков. Потому что мы других глубоко не знаем. Так же, как мы говорим, в нашей стране хуже жить, чем в Америке там, или чем в Европе. Но когда я ездил в Америку и общался там, 150 консультаций сделал с русскими эмигрантами, казалось, что там хуже им жить, чем здесь. Потому что там свои есть трудности. У каждого человека есть недостатки. У каждого из нас есть недостатки. Но так как у нас неправильная настройка с самого начала в жизни и смысл жизни человеческой, чтобы эту настройку поменять, мы должны вот этот свой экзамен сдать в жизни. Мы должны научиться любить по-настоящему. Настоящая любовь не означает, что мне хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Ну-ка подождите секунду. Подождите, подождите. Здрасте. Спасибо вам большое. Спасибо. Поэтому, вот, я не могу сразу ответить на эту записку. Развестись, не развестись. Это не способ жить, развестись или не развестись. Потому что ты разведешься, дальше будет та же самая песня. Потому что каждый человек достоин любви. Вот даже тот человек, который тебе кажется, его любить невозможно. Он достоин любви. Надо просто свой экзамен сдать рядом с ним. Вот мы с вами, кто из вас первый раз слышит и видит меня? Поднимите руку. Думаю, много, потому что была реклама. Вот мы с вами не знаем друг друга. Вы мне доверяете, честно? Ну, скажите, не очень. Допустим. Доверяю. Хорошо. Мы с вами достойны отношений или нет? Мы с вами достойны? У нас нет отношений. Мы их сейчас будем развивать. Причем однобоко. Потому что вам придется меня слушать. А я бы сам хотел вас послушать. Понимаете? Но так получается, что я не могу сразу всех послушать. Нам придется развивать отношения немножко однобоко. Потому что я буду говорить, и вы будете слушать. Но я постараюсь, чтобы вам было весело. Я постараюсь петь здесь. Может, танцевать по дороге. Вот. Ну, то есть у нас все-таки вы на отдыхе. Вот. Но у нас могут появиться отношения, если мы будем вкладывать сердца. Вот сейчас сначала мы не знаем друг друга. Спасибо вам большое. Мы не знаем друг друга, но мы скоро узнаем. Правильно? Надо к этому стремиться. Попервой кажется, что это такой за человек такой тут сидит. Инпонятный. Что он хочет от нас. Ну, потому что мы не знаем друг друга. Точно так же в семейной жизни люди понаслаждались 20 лет, там, 10 лет друг с другом. Хорошо им было. Нравились они друг другу. И вот в тот момент, когда они чувствуют кто-то из них, мне с ним уже нехорошо. Вот с этого момента и начинается жизнь. Потому что на самом деле с этого момента ты издаешь настоящий экзамен. Ты можешь любить этого человека или не можешь? Это не просто любить человека. Любить означает вкладывать в него силы, не ожидая результата. Любовь это не означает, я в тебя вложил, деньги заплачены, где услуги. Любовь это не коммерция. Вот когда ты уже не испытываешь чувства к человеку, попробуй в это время сделать так, чтобы настоящие отношения с ним развились. Это не просто. Это не то, что я должен что-то делать для него. Может быть, я и должен спрашивать от него тоже что-то. Но как это делать? Вот в чем вопрос. Вопрос заключается в том, что пока человек до этой стадии не дошел, он не сможет оценить свою жизнь личную. То есть мы отвечаем сейчас на вопросы немножечко. У нас вопрос разводиться, не разводиться. И вот как бы об этом идет речь, что ответа нет на этот вопрос, потому что когда человек такой вопрос задает, это значит, что он не знает своего рискового человека. Нет знания о нем. Букого знания нет. Есть просто неприятности какие-то, нет понимания этого человека, он ведет себя плохо по отношению ко мне. Ну, это означает, что нет отношений по факту. Просто нет отношений. Потому что у каждого человека есть недостатки. Вот у меня тоже есть недостатки. Но я хочу сейчас развивать с вами отношения. Для меня это была тяжелая лекция, потому что я знаю, что многие просто первый раз пришли, потому что обычно на моих лекциях мы не делаем рекламу. Здесь по-другому людей не соберешь. То есть и так как была реклама, поэтому многие люди просто первый раз меня видели, а это довольно сложно, отношения строить в такой ситуации. Потому что лекции у меня обычно притекают в таком ключе очень близком. Мы очень близко общаемся с людьми. У нас еще много будет заходить людей или почти все? Уже все, да? Можно начинать. Меня зовут Олег Геннадьевич Тарасунов. Я занимаюсь вот этой темой как раз. Я изучаю жизнь человека. То есть я специалист по общественному здоровью. Это такая область медицины, в которой врач стремится улучшить качество жизни человека. И занимаясь этим 15 лет, я провел статистику, медицинское исследование. И это исследование показало, что качество жизни меняется сильно после лекции. То есть 50% людей бросают совсем свои вредные привычки. Те, кто 50% не бросают, улучшают отношение к вредным привычкам. 65% улучшают свои отношения в семье. 67% улучшают отношение к питанию. Правильно питаться начинают и к режиму дня. 47% людей улучшают свои отношения на работе. И много-много другого. То есть, когда я защищал диссертацию по этой теме, то многие профессора высказались с очень большим отобрением, что вообще такая работа ведется у нас в стране. Потому что мало кто этим занимается сейчас. Мне бы неплохо было поставить водичку на стол. Организаторам вопрос. Чуть-чуть там водички попить. Чтоб счастья было побольше. Вот. Ну то есть, идея в чем заключается? В том, что я попытался приложить... Спасибо вам большое. Стаканчик есть? Стаканчик есть. Водичку уже принесли. Наверное, свою, похоже. Свою водичку мне принесла девушка. Просто я ей очень благодарен. Я попытался поменять немножко подход к психологии. То есть, обычно используются какие-то современные методы. Есть много хороших школ современных. Например, нейролингистическое программирование и так далее. Которые, в принципе, тоже мне дали кое-что. Например, те знания, которые получил из древних священных писаний, они часто состыкуются с современными исследованиями. Но древние писания дают метод, дают хороший метод, который рабочий. Он реально может помочь человеку. Часто современные психологические практики не всегда работают очень глубоко, потому что они рассматривают человека не всегда очень глубоко. То есть, мы души по природе. Все священные писания говорят, что мы вечные существа. То есть, мы живем вечно. Этой жизнью наша жизнь не закончится. В некоторых священных писаниях говорится, что дальше мы уйдем куда-то навсегда, а в других говорится, что мы будем менять тела. Так или иначе, идея заключается в том, что, так как мы вечные, поэтому жизнь человека — это экзамен. Видите, если есть промежуток жизни, в котором мы живем, то значит, что-то надо сделать в этом промежутке. Это означает, что это экзамен. И этот экзамен, чтобы сдать, нужно очень глубоко понимать саму природу жизни человечества. Спасибо вам большое. Мне пришлось немножко потрудиться для того, чтобы ее понять. Я изучал многие вещи. Я изучал, как правильно преподносить материал. И мой метод подачи материала сильно отличается от обычных лекций. Потому что я пою немножечко, шучу. И иногда лично общаюсь с кем-то во время лекции. То есть, это древняя культура. В древней культуре именно так материал преподносился. И я почему, я вам тоже объясню на лекции. Первое. Второе. Я узнал, что через звук можно менять судьбу человека. Для этого тот, кто говорит, должен быть в правильном сознании. Тот, кто слушает. То есть, надо настроиться. И тогда будет хороший результат. Третье. То, что я узнал, это то, что само знание о природе психики человека, о структуре психической, является силой, меняющей жизнь. И мы сейчас это знание будем изучать тоже. То есть, я вам расскажу, как это описано в древних источниках. И докажу, что это работает. Потому что я не понаслышке знаю это все. Знание бывает на разных уровнях. Например, ты просто услышал что-то, это тоже знание. Ты познакомился. Когда ты практикуешь что-то, ты больше знаешь уже. Ты знаешь лучше это знание. И когда ты поменял себя с помощью этого знания, то ты тогда его освоил очень хорошо. То есть, допустим, знание о тонкой психической природе человека, для меня это мой рабочий инструмент. То есть, для того, чтобы человека лечить у себя в клинике, я тестировал его тонкое тело, психическое тело. Там есть определенные каналы в психическом теле. И когда каналы какие-то работают неправильно, это дает хронические заболевания. То есть, для того, чтобы мне это понять, мне надо сначала человека протестировать. То есть, проверить его каналы, как они работают. И вот сейчас я проверяю вас, вот девушка, да, на первом ряду. Вы не против? Нет. Есть много слоев в организме психических. И один слой... Один слой у вас страдает. Он связан со слизистыми оболочками. То есть, этот канал психический, он отвечает за работу слизистой носа, горла, бронхов и желудка. По крайней мере, то, что я вижу, где-то от гортани и до начала кишечника этот канал забит, блокирован. Ну, не то, что совсем, но там нарушение движения энергии. Это значит, что у вас есть хронические процессы воспаления в горле. Возможно, в бронхах и в желудке, в 12-перстной кишке. Вы согласны со мной, что трудности какие-то? Не знаю, но у вас бывают ангины, допустим. Кашель. Вы редко болеете, да? Сейчас я еще раз посмотрю. Слизистой нос не страдает, насморк. Ничего такого нет. Аппетит хороший? Ну, так или иначе, возможно, что это не перешло на грубый план. То есть, ну, я протестировал, увидел. Ну, вы можете быть и не согласны, это наука. То есть, мы сейчас будем дальше смотреть других людей. Потому что я не настаиваю на том, что я сказал. Я просто увидел нарушение и задал вам свои вопросы. Сейчас кто хочет еще такую работу? Женщина вот первая подняла на четвертом ряду. Да. Нет, не вы, а вот рядом через один. Да, вы, да. Да. Давайте я посмотрю. Сейчас я настроюсь получше. Но там я тоже не отказываюсь от своих слов. Я, как бы, все, что я сказал, это есть. Может, если будет проявляться, надо просто полечиться. Ну, вот на то, что я иду с поверхности, сверху, снаружи, внутрь. Тестирую эти каналы и увидел, что вот первый канал, первый канал связан со слизистыми оболочками. Они связаны с кожей человека и со слизистыми. Дальше следующая группа каналов, она связана с сосудами. Вот у вас поражена эта следующая группа. То есть, а этот канал, который поражен, он забивается снизу вверх. То есть, я сделал вывод такой, что сейчас страдают сосуды ног. Начинают страдать точно, да, согласны. Потом я не буду говорить, что страдают сосуды чего. Сейчас вам будет неприятно. Вот. Но так или иначе сосуды кишечника страдают. То есть, в кишечнике могут быть нарушения дальше. И возможно, что у вас уже меняется, идет реакция на атмосферное давление. То есть, меняется погода, у вас меняется самочувствие. Ну, в голове как бы чувство вот такое, что... Она совсем согласилась, видите. То есть, у нее вот эти тонкие каналы забились настолько сильно, что они привели уже к тому, что начинает страдать грубое тело. Еще у кого посмотрели? Давайте на первом иду. Я должен видеть лучше человека. У вас поверхностные каналы нормально работают. Но дальше мы дошли, даже я дошел к тестированию до жирового слоя на первом ряду, да, с очками. И увидел, что там есть определенный блок, плохо проходит энергия в канале психическом, связанном с регуляцией жирового обмена. Это значит, что у вас есть условность к тому, чтобы поправляться. Вам нужно следить за своим питанием. Если вы не будете, вас будет почувствовали это, заметили в своей жизни, заметили. Ну, вот в этом как бы... У каждого что-то свое. У каждого есть четыре канала, которые забиваются с самого рождения. Четыре канала, тонких психических каналов, которые дают хронические заболевания. То есть, четыре типа хронических заболеваний развивают с самого рождения, если человек неправильно живет, как-то нарушает свою жизнь. Это долгая тема для беседы. Я для чего это вам все показал? Для того, чтобы мы с вами дальше на одном языке говорили, чтобы вы не думали, что я фантазер. Я вам сейчас буду рассказывать те вещи, которые я глубоко понимаю. И для чего я буду их рассказывать? Для того, чтобы нам в конце концов понять, как побеждать стресс. Хорошо? Движемся вперед. Так, первое, что нужно узнать, это то, что наша психика имеет свое строение. Так же, как анатомия есть у грубого тела, которую изучают в институтах, в школах. Так же есть анатомия у психического тела. И если говорить о психическом теле, то оно имеет три составляющих. Первая составляющая — это тонкое тело ума. Тонкое тело ума на санскрите называется «манус». И это сложная психическая структура, которая управляет всем нашим организмом. Другими словами, есть тонкие психические каналы, которые регулируют состояние здоровья человека. Они же регулируют наше настроение. Есть другой вид каналов. И есть каналы, по которым создается даже наш организм, как по чертижу, в внутриутробном периоде. Это все описано в древних писаниях. Зачем это нужно знать? Я сейчас вам расскажу. Вы легко поймете, как справиться со стрессом, когда узнаете, как работает психика человека. Итак, смотрите, то есть в древних трактатах описано, что тонкое тело ума, если его на срезе смотреть, его как бы структуру на срезе, можно сравнить с озером. Что в озере есть волны, да, сверху, или, допустим, в Черном море. В Черном море есть волны сверху, поверхность. Сейчас у нас сегодня хороший день, волны не так бушуют, да, просто такая очень мягкая погода. Волны — это наши мысли, мысли человека. То есть есть две категории, как бы, вот этих вот действий ума, которые мы хорошо осознаем в себе. Одна категория — это мысли и эмоции. Мысли находятся с левой стороны, в левом полушарии, эмоции чуть глубже, тоже в левом полушарии. В правом полушарии находится воля, желание человека, желание, хочу мороженое там. Желание, хочу водички попить. И воля человека — принесите мне воды. Понятно, то есть? Вот, это то, что мы в себе понимаем. Дальше, если смотрим на срез Черного моря, да, берем воду всю. И верхняя часть воды — это наше настроение, то, что мы в себе чувствуем, но до конца не понимаем. Средняя часть воды — это то, что влияет на наше здоровье. Там психика, это психическая энергия тоже. Это умственная энергия, тонкое тело ума, умственная энергия, психическая энергия. Она влияет на наше здоровье. Самая нижняя часть озера ума — это та энергия, которая вообще нам непонятна. Это та сила, которая влияет на окружающих людей, но до меня еще не доходит. Чтобы до меня дошла, она должна до волн дойти. Она снизу влияет, как подводные течения. Подводными течениями связаны мы с близкими людьми, даже с директором завода, с теми, кто влияет на нашу жизнь. Мы связаны вот этими вот глубокими течениями энергии ума, родственные отношения, близкие какие-то отношения. И, допустим, близкий человек мне говорит, я тебя не люблю. Первая реакция какая? Он плохой человек. Он не хочет меня любить. Но если вы это знание имеете, вы поймете, что само влияние, его возможности вас любить исходит от вас. Допустим, от меня исходит наслаждение, которое испытывает мой близкий человек. И от меня оно уже может перестать исходить. Понимаете? То есть наступает момент, и я не могу давать силу, необходимую для того, чтобы близкий человек рядом со мной был счастлив. И поэтому он говорит, я тебя не люблю. Это знание дает возможность, как правильно поступать. Потому что когда он просто говорит, я тебя не люблю, создается ощущение, что ничего не сделаешь. Потому что что я могу сделать, если ты меня не любишь? Но если мы знаем, откуда исходит сила, тогда надо прилагать усилия. Можно прилагать усилия, и у него, ему станет чуть полегче. Не как раньше, вот прям совсем, а чуть полегче. Почему? Потому что вот эта энергия любви, которая от меня исходит, она мной не контролируется. Мы её можем усилить, но она действует просто по судьбе. Вот так вот, как женщина, она просто по судьбе привлекает внимание всех. Просто по судьбе она привлекает. Она это контролирует? Нет? Она может покраситься, сделать лучше, чтобы привлекать лучше. Так? Но она не может это контролировать. Если её красота падает, меняется, она смотрит, и на чё-то на неё перестали их замечать. Так бывает у женщины? Нет. Замечают, замечают, падают. Не замечают. Такое бывает? Бывает, он думает, что такое? Может, не накрашенное, может быть, платье не то. Ну что, в чём дело? Объясняю, в чём дело. Что есть сила, которая исходит из женщины, независимо от того, хочет она этого или нет. Это от нас не зависит. И бывают такие периоды в судьбе, когда сила, это кончается. Она не исходит уже. Или её мало исходит, недостаточно для того, чтобы мужчина был счастлив. Понятно, да? Вот это зависит от этого глубокого слоя психики, подводных течений. Здравствуйте. Все такие красивые, нарядные. Приятно на вас на себя смотреть. Итак, дальше у нас есть ещё ведь песок, да? Песок на дне, на дне Чёрного моря, да? Камешки. Песок или камешки. Вот эти камешки в ведах называются карма-васаны. То есть это узелки нашей судьбы. То есть наши поступки и желания скапливаются на дне озера ума, скапливаются из жизни в жизнь и формируют вот этот вот глубокий слой психики, который влияет на нашу судьбу, на нашу жизнь. Когда приходит время, в результате влияния движения воды в озере ума, песчинки выходят наружу и начинают очень сильно, в отличие, допустим, от простого озера, песок ничего не меняет. Но когда песчинка судьбы выходит наружу, то это очень сильно влияет на ум. И сначала влияет на окружающих людей, потому что сначала идёт песчинка снизу вверх. Потом она начинает влиять на здоровье, и только потом доходит до нас, что что-то не то. Доходит до мысли и до наших желаний. То есть, видите, другими словами, у человека может в жизни происходить разные вещи, которые сначала нам кажется, что в принципе у меня всё классно в жизни, и будет всегда всё классно. Это чувство, которое возникает, оно возникает естественно, потому что так нам кажется. Это наша природа. Потому что душа сама по себе, мы души, то есть вечные существа. Душа, она сама по себе не верит в страдания, она верит только в счастье. Но так как душа попала в материальное тело, понимаете, мы находимся в материальном теле. А материальное тело и тонкое тело, психическое тело, в них бывают страдания, потому что в них есть экзамены, которые надо сдавать. И эти экзамены от нас не зависят. Приходит время человеку, приходится сдавать экзамен. С этим ничего не сделаешь. Даже очень сильный человек видит, что его жизнь может разрушиться. Приходит день, приходит час, да? Помните песни? И даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок. Да? Рубит, рубит и ничего не может сделать. Почему? Потому что так действуют вот эти вот песчинки судьбы. То есть я пытаюсь понравиться, пытаюсь своему мужу, а он такой баран, да? Не реагирует. Ума есть пять щупалец или пять чувств, с помощью которых мы воспринимаем мир и влияем на него. Вот глаза для чего предназначены? Для того, чтобы в них что-то входило, да? Но это согласно нашей науке современной. Но древнее знание говорит, что из глаз не только входит, а также выходит. Допустим, строить глазки. Если бы ничего не выходило, тогда бы не влияло, да? Девушки иногда так построят глазки, что так сильно влияют. Так или нет? Вы согласны с этим? Как раз посмотрела. У нее глаза, бриллианты, три коробка. Влияет сильно, воздействие идет очень сильно. Итак, есть пять чувств. Чувство слуха самое главное, потому что оно связано вот с этим как раз песчинками, с озером, ума, судьбой. Очень сильно связано с чувством слуха. Оно самое глубокое у человека. И прежде чем говорить о чувствах, дальше я вам скажу, что есть еще одна часть тонкого тела. Она называется разум. Эта часть тонкого тела предназначена для того, чтобы кормить ум энергией счастья. Ум нуждается в счастье постоянно. Он не может жить без счастья. Жить без любви, без любви не могут люди. Часть без любви, без любви пропащая часть. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. Да? И вот последняя фраза, она меня очень беспокоит. Я думаю о ней постоянно. И даже если не любят нас. Видите, любовь, оказывается, это не то, что нас любят. Это то, что мы любим. Видите, означает совсем другая вещь. Потому что в основном мы наслаждаемся тем, что нас любят. Влюбленность означает «мне хорошо». Мне хорошо с тобой. Понимаете, влюбленность означает «мне хорошо». Но любовь не означает, что «мне хорошо». Означает, что я совершаю такое действие, которое радует мое сердце. Это подвиг. То есть я совершаю действие, которое радость мне в сердце приносит. Это уже любовь, это не влюбленность. Есть разница между двумя этими вещами. Принципиально. Движемся дальше. Вот что такое разум? Разум — это сила, которая дает возможность действовать вопреки желанию. Допустим, я хочу мороженое, но знаю, что у меня заболит горло. Я не иду. Хотя ум просит. Он говорит, хочу мороженое, хочу мороженое. Ум хочет счастья. Разум говорит, спокойно. Будем жить без мороженого. У нас есть солнце, есть вода, есть много чего хорошего, кроме мороженого здесь, в Сочи, в Адрике. Итак, разум дает выбор, какое счастье ум будет иметь. Ум не может жить без счастья, потому что энергия счастья питает все внутренние органы, она питает всю нашу жизнь. Человек, если не хватает счастья, у него все разрушается в жизни. У него разрушается здоровье, разрушается психика, разрушается его функциональность, он не может уже работать без энергии счастья, он не может трудиться нормально, он сил не хватает в жизни. Нужна энергия счастья, откуда-то надо брать. И разум выбирает цели в жизни. Есть цели. Что такое цели? Это определенные энергетические как бы направления, определенные направления в жизни, которые дают счастье. Допустим, мы строим дом. Да? Сама идея дает счастье. И человек ради этого дома живет. Он работает, танцевал, меняет, трудится. И дом раз побольше стал. Приходим, смотрим. Дом растет. И мы будем трудиться дальше. Это называется цель жизни. Дальше мы растим ребенка. Он растет. Становится лучше. Уже такой хорошенький. Вот. То есть мы растим ребенка, вкладываем в это силы. Это называется цель жизни. Дальше мы заканчиваем институт. Мы пытаемся повыситься в должности, на работе и так далее. Есть разные цели жизни, которые питают человека счастьем. Теперь, что такое стресс? Стресс – это когда человек разочаровался в своей цели жизни. Спрашивается, почему произошло разочарование? Причина такая, что есть разные уровни целей жизни, в которых надо по-разному вкладывать свое сердце. И вот эта вот тема, которую я сейчас поднял, она является сложнейшей. Если я вам сейчас прямо сразу выдам всю информацию и скажу, какие цели жизни являются главными, какие поменьше, у вас возникнет протест в сердце. Вы не поверите. Поэтому я не смогу вам сейчас это сказать. Это мой секрет. Я сейчас буду развивать мысли дальше, и постепенно мы придем к пониманию, как бороться со стрессом. Любое знание имеет два этапа. Первый этап – горький вкус сначала. Если ты что-то понял про себя, сначала будет горький вкус, а потом сладкий. И для того, чтобы вы горький вкус переварили, поэтому я буду стараться относиться к вам крайне бережно. Я буду стараться с любовью давать вам этот материал, чтобы вы не чувствовали, что вам плохо. Потому что материал серьезный сейчас будет дальше. Много интересного, серьезного мы узнаем. Надеюсь, что вы не пожалеете, отдохнете во время лекции все-таки. У нас в конце будет пожелание всем счастья. Мы хором будем повторять, я желаю всем счастья. Слабонервные могут удалиться в конце. Потому что в основном все матерятся, когда желать всем счастья непросто. Итак, разум – это необычная вещь. Это то, что делает человека счастливым, то, что побеждает судьбу. Потому что сила разума способна растапливать вот эти узелки кармы и приводить озеро ума в порядок. Вода в уме становится чистым, означает счастье. Грязь в этом озере, муть означает страдание. То есть звук влияет на разум очень сильно. Поэтому звук означает в данном случае не просто звук поезда там или самолета. Звук близких отношений, звук глубоких отношений, в которых мы открываем сердце, влияет на судьбу. Потому что судьба в сердце находится. Мы открываем сердце, означает слушаем друг друга очень внимательно, глубоко. Видите, по факту человек, который способен очень глубоко воспринимать своего близкого сердца, своего близкого человека сердцем, то такие люди обычно остаются рядом. Не те люди, которые наслаждаются хорошо друг другу. Как мы говорим, я так его люблю. Это означает наслаждение. А вот если, допустим, мы говорим, у нас искренние отношения, это уже любовь. «Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор». То есть душевный разговор, что значит? Это значит, что два человека очень глубоко воспринимают друг друга. Они могут говорить больные вещи друг другу, могут говорить правду, могут открывать сердце. Это не простые вещи. Часто люди, прожив 10, 15, 20 лет, по душам так и не поговорили друг другу, потому что этот разговор приводит обычно к тому, что люди ругаться начинают. Они не могут с любовью принимать друг друга, слушать, открывать сердце, давать знания, делиться, принимать. Ругаться с любовью тоже хорошо, да. Но это сложно, еще сложнее. Разговаривать с любовью, да, это сложнее еще. Без эмоций общаться спокойно легче. Но надо знать, как это делать. Мы научим, будем учиться сегодня. Ругаться тоже хорошо. По факту милые броняться только тешиться. Ну то есть милые означает, люди верят друг другу, они эмоционально разговаривают, но это не тот вид ругани, когда люди калечат друг друга. Это не война, это эмоциональная беседа просто. Ну это другой вид отношений, сложный, еще сложнее даже. Не просто с любовью ругаться, как вы сказали. Не просто. Это не руганье, это очень эмоциональные отношения, такие глубокие. Они важны. Они важны, но это очень сложно сделать. Надо много людей иметь в сердце. Много принимать трудности от близкого человека. Любовь означает принять его характер, его взгляды. Любовь — это не наслаждение, это труд. Значит, вы не так пытаетесь донести? Не так пытаетесь? Вот если я сейчас до вас доношу, и вы не слышите меня, значит, я не так пытаюсь. Согласен, согласен. Мы до этого дойдем чуть попозже. Итак, разум — это сила, которая держит ум в определенном состоянии. Но не всегда. Иногда ум восстает и говорит, «Все равно хочу мороженое». И идет, покупает мороженое, и пусть не будет хуже. Причина, почему он так себя ведет, одна, что то счастье, которое разум предоставляет, недостаточно для ума. Это значит, что цели жизни выбраны неправильно. Допустим, жена говорит, «Мне надоело уже жить ради твоего дома. Мы целыми днями работаем, как ишаки на этот дом. Мы не можем с друг другом поговорить. Мы не можем воспитывать детей. У нас нет времени даже в Адлер съездить на Черное море. У нас большие проблемы из-за этого дома. Поэтому у меня нет радости никакой его строить». Вот у кого такая ситуация? Сейчас поднимите. А? Даже в Адлере на море некогда сходить. Такая ситуация. Называется неправильно поставленной целью жизни. Строить дом можно, это нормально. Но сколько мы вкладываем сил человеческих туда, вот в чем вопрос. Это все зависит от направленности в разуме. У разума есть цели, у разума есть вера в эти цели. Что такое вера? У каждого человека есть вера. Без веры человек не может жить. Он верит в свои цели в жизни. Есть более высокие цели, есть менее высокие. Что значит высокие? Это означает близкие к сердцу. Вот смотрите. Допустим, дом. Это близко к сердцу или нет? Не очень. Ну, это просто камень, которым мы сделаем свою норку когда-нибудь, да? Там будем жить. Человек близкий. Жена ближе к сердцу? Ближе. Дети. Еще ближе. А Бог? Не знаю вообще, кто такой. Я вам расставил сейчас цели. Дом, близкие люди, дети, Бог. Но почему-то последний элемент отсутствует у многих в жизни. Да, часто отсутствует. Они не понимают, что это самая близкая цель. Самая близкая, что в сердце. Совесть – это энергия Бога. Это не наша. Веды говорят, что совесть не нам не принадлежит. Моя совесть, мы говорим. Нет, это мы принадлежим совести, а не она наша. Это мы ей принадлежим. Совесть нас не спрашивает, будет она реагировать хорошо или плохо на наши поступки. Она реагирует, как считает нужным. Понимаете? Она нас мучает иногда, а иногда, наоборот, не мучает, а радость вызывает сердце. Вот сегодня я думал о том, что я вам буду лекцию читать. Молился. И я почувствовал радость сердцу. У меня не было ощущения угрозения совести. Я почувствовал радость.